Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Ну, во-первых, у вас здесь есть противоречие. Я буду отвечать только на ваше первое сообщение, на ваше нулевое сообщение. Вот. И, соответственно, постараюсь именно на него дать обратную связь. В чем противоречие? Противоречие в том, что вы говорите про разрушение отношений. Вы говорите о том, что вы сделали это сами. Вот. Но при этом вы пишите, что если я нужна только здоровая, и когда все хорошо, то расходимся. Честно говоря, второе выглядит как позиция. Выглядит как нормальная такая ваша позиция. Без оценок. То есть, я не даю оценок. В данном случае я не говорю о том, что хорошо, а что плохо. Я не говорю, хорошо ли поступил мужчина. Я не говорю, хорошо ли поступили вы. или плохо поступил мужчина, или плохо поступили вы, меня в данном случае оценки абсолютно не волнуют. Я здесь не для этого. Противоречие. Вы говорите одно, дальше говорите другое. Ну, с такой позиции, ну да, может быть, вы действительно испортили отношения. Хотя, я так не считаю. Я считаю, что произошло столкновение позиций, и обнаружилась разность этих позиций. И эта разность позиций стала критической, и она повлияла на возможность дальнейшего взаимодействия между вами. Я считаю, что разность позиций помогла, ну, быстрее понять, кто есть кто. Быстрее увидеть, кто есть кто в этой ситуации. То есть вы в этой ситуации человек, которому нужна поддержка, и вы в этой ситуации человек, который хочет поделиться тем, что его беспокоит, а мужчина в этой ситуации человек, которому хочется, чтобы все было хорошо, которому хочется, чтобы все было всегда безоблачно, и который не рассматривает возможность, ну, переживать какие-то вот не очень хорошие вещи, и так далее. Такая вот действительно уязвимая, критическая, и просто вот так совпало, да. Но, тем не менее, мы столкнулись здесь с разницей. Мы столкнулись здесь с тем, что ваши позиции, ваши взгляды на жизнь, на отношения, на друг друга являются разными. И это нормально. В таком случае можно говорить о том, что вы не испортили отношения, а вы просто увидели и себя, и его более полно. И в таких ситуациях люди, конечно же, расстаются. Так, бывают. Нравится это или нет. Другое дело, что когда вы говорите о том, чем я провинилась в этой жизни, другое дело, что когда вы описываете, что вот, он для меня столько всего сделал, вы как будто бы говорите о своей какой-то потребности. Вы как будто бы здесь говорите о своей какой-то проблеме. Ну, например, что вам важно то, что человек для вас делает. И как будто бы ценен он для вас тем, что он для вас делает. Ну, совершенно очевидно, что в абзацах, где вы перечисляете его заслуги, есть только его заслуги. Вашей активности здесь нет. Такое ощущение, что человек был ценен вам только тем, что он для вас делал. Ну, мне кажется, что в некотором смысле такая пассивная позиция не может ни к чему хорошему привести. Вы становитесь зависимы от поведения, от действий другого человека. Это нехорошо. Любая зависимость, это нехорошо. Любая пассивность в отношениях, это нехорошо. Вот. И вот этот момент, момент, где вы говорите про то, что он столько для меня всего сделал, накладывается на то, чтобы спрашивать, в чем я провинился в этой жизни. Этот вопрос крайне деструктивная история, потому что это жертвенная позиция. Я бы перефразировал его сначала. Не все у меня провинилось в этой жизни, а зачем я делаю то или иное. Зачем я начала жаловаться. Зачем я начала рассказывать про проблемы на работе человеку. Ведь наверняка, на что-то я в этом опирался. Наверняка я, ну, реализовывал какие-то свои ценности. Ценности в этой ситуации. И я думаю, что помимо вот этой страны, помимо этой страны, есть еще и другая интересная страна. То, что вы говорите, что у меня провинилось, говорит о том, что вы к себе относитесь немножечко, ну, я бы сказал, негативно. То есть, почему вы называете это виной? То есть, почему это вина? Это просто разница в возглядах, разница в позициях и все. Но вы почему-то называете это виной. Это выдает у вас повышенную мотивацию, с одной стороны. Это как бы показывает, что вы сверхзамотивированы, ну, не знаю, например, в том, чтобы построить отношения, например. Это говорит о том, что вы чересчур замотивированы в том, чтобы быть смешимым. Я имею в виду замотивированы слишком, чрезмерно настолько, что разницу в позициях вы интерпретируете как свою вину. Вы склонны себя обвинять. Человек склонен себя обвинять тогда, когда он что-то теряет. Человек склонен себя обвинять, когда он чувствует потерю, потерю чего-то важного, потерю чего-то значимого для себя. Так что же такого значимого вы потеряли с уходом? Человек. Нет, я сейчас не говорю про самого человека. Безусловно, когда отношения заканчиваются, это всегда грустно. И это не то событие, из-за которого можно порадоваться. Конечно, нет. Но я думаю, что обычную грусть по поводу того, что что-то закончилось и что-то началось, можно, на мой взгляд, отличить от того, что вы начинаете себя винить, что является более сильной реакцией, более мощной реакцией и, на мой взгляд, реакцией чрезмерной. И возникает вопрос, а чем продиктована это чрезмерность реакции вашей? Ну, не иначе, как каким-то внутренним конфликтом. И, соответственно, этот внутренний конфликт, это внутреннее обесценивание может быть вами само и себя. Или чрезмерная потребность, или наложение на отношения функции удовлетворения какой-то другой вашей потребности, которая не имеет отношения, отношения к взаимодействию с человеком, условно говоря, вот это все, конечно же, может приводить к таким вот, ну, к таким деструкциям, грубо говоря. И, соответственно, со всем этим нужно, конечно же, работать. Со всем этим нужно, конечно же, нужно, конечно же, взаимодействовать для того, чтобы понять. Я думаю так же, что, когда возникает подобное несоответствие позиции, люди, ну, точнее, тот человек, который чувствует себя или, ну, или, или, или может чувствовать себя как-то вот неуверенно, да, или, или, который чувствует, чувствует себя как бы, как бы более уязвимо, что ли, вот, а такой человек может воспринимать эту разную позицию как нарушение личных границ. т.е., например, вы, жалуясь человеку, сомневались сами, т.е., вы, вы сами, вы сами сомневались в том, вот, ну, вообще, стоит ли ему об этом, например, говорить, т.е., если вы как-то, ну, если вы как-то себя, например, стыдили за то, что, ну, вот, за то, что сказали, вот, и тут еще он ответил вам вот таким образом, то вы воспринимаете это как нарушение своих личных границ, как угрозу вашей ценности, угрозу вашей важности, и, в общем-то, вы начинаете злиться в этом месте. Чувства вины, это в том числе и всегда про злость, это всегда про злость, это всегда про то, что я злюсь, но я запрещаю себе, я запрещаю себе злиться, злиться вот на, допустим, я запрещаю себе злиться на того, Вот, кто у меня в данном случае, кто у меня злость эту вызвал, вот, я себе это запрещаю делать, вместо этого я злюсь на себя, потому что так безопасно, вот, ну и понятно, что у этого есть свои причины, у кого какие, у кого-то может быть страх от выражения, у кого-то может быть страх одиночества, вот, у кого-то может быть что-то еще, тут все довольно-таки индивидуально, тут все довольно-таки, я бы сказал, уникально, поэтому, поэтому нужно, нужно, конечно же, разбираться, но совершенно очевидно для меня, что вы, спрашивая всем, я провинил вас в этой жизни, занимаете жертвенные позиции, не желая брать ответственности за свои действия, не желая, как бы, отвечать за, те решения, которые были вами, ну, так или иначе, приняты, вот, и, соответственно, позиционируя себя как слабую, как какую-то вот неправильную, позиционируя себя как, ну, кого-то ниже, чем ваш, чем ваш партнер, вот, и, соответственно, вот, это интересный момент, если вы позиционируете себя вот так, да, если вы позиционируете себя, ну, как, вот, как, того, кто ниже, ниже своего партнера, то это довольно-таки неплохо могло бы, как бы, влиться в картинку того, что вы обращаете внимание на отношения человека к вам, в первую очередь, на то, что он для вас делает, ведь, если он для вас что-то делает, значит, вы цены, значит, вы ему нужны, а тут он не захотел что-то для вас делать, и вы ему сказали, что вот, может быть, тогда разойдёмся. А это, опять же, не означает, что вы должны были принимать то, что человек вам сказал, просто нет, если для вас это неприемлемо, если для вас неприемлемо то, что он сказал, ну, значит, действительно, ну, ну, если не расходиться, то, по крайней мере, как-то, как-то, как-то вот отдалиться или признать проблему. Ещё бросается в глаза то, что как-то очень быстро вошла речь про расставание. По вашему тексту, по крайней мере, по первому сообщению не складывается впечатление, что у вас были какие-то проблемы ещё, складывается впечатление, что, наоборот, всё было хорошо за три года, и складывается ощущение, что, ну, вот, появилась какая-то, какие-то разногласия, и вы не особо даже поинтересовались, ну, по поводу того, от чего человек, например, устал. То есть, вот, значит, даже не поинтересовались сильно хорошо у, значит, ну, у вашего партнёра. И, опять же, складывается впечатление, что его обратная связь, она как будто бы не совсем типична, что ли, для него. То есть, как будто бы это что-то прямо такое, из ряда вон выходящее. И, понимаете, не то, чтобы вы должны были интересоваться своим партнёром, когда он вам так говорит. Я прекрасно понимаю, что, может быть, вы тогда не чувствовали в себе каких-то сил для того, чтобы это сделать. Я прекрасно понимаю, что, может быть, тогда вы, ну, были не в ресурсе, что называется, и вам хотелось именно поддержки, и не хотелось, ну, вы не могли, значит, как бы, нуждаясь в поддержке, да, и не получив её, постараться поддержать человека. Я прекрасно понимаю, что вы не могли этого сделать. Но, на мой взгляд, если бы вы не решали вопрос своей ценности, если бы вы не решали какие-то ещё потребности в отношениях, которые не решаются в отношениях, Я думаю, что можно было бы выразить, скажем так, ну, то, что вы хотели выразить, и без такой радикальной формы. Честно говоря, я не думаю, что ваши отношения прямо-таки уж так, как бы, закончились. То, что вы месяц не общаетесь, тоже немного странно. Потому что, ну, вот вы жили с человеком какое-то время, вы пишете, с весны вы жили с человеком, а потом раз, и вот одна такая тёрка, и вы тут же, получается, расстаетесь и даже уже вместе не живете. Хочется спросить, что это были за отношения такие. А, то есть, ну, вот, как будто бы, ну, не знаю, никакого, вот, что называется, никакого, что называется, запаса кредита, если угодно, никакого кредита, ну, доверия, как будто бы в ваших отношениях, ну, нет. И это, конечно, очень сильно бросается в глаза. Я думаю, что это связано так же с тем, что, вот, это связано с тем, какая вы, какой вы приходите в отношения, какой вы пришли в отношения. Потому что, если вы, вот, такую, как бы, разницу, разницу, да, если вы такую разницу в, ну, вот, в, разницу такую в позициях воспринимаете, как то, что вы, ну, провинились, вот. То есть ощущение, что вы несете в себе какой-то запрос, не связанный, повторюсь, с отношениями. То есть, вы, как бы, говорите, ты не можешь меня бросить, потому что, если ты меня бросишь, это будет означать, что я провинилась. То есть, вот, ну, такая вот позиция, согласитесь, она несколько, ну, скажем так, она несколько мешающая, если можно так выразиться. Она несколько мешает людям быть свободными, потому что не только вы можете быть не в ресурсе, но и другой человек, в принципе, тоже может быть не в ресурсе. То есть, вот, интересный, интересный тоже момент, то, что, вот, как бы, человек, ну, человек говорит, что он устал, да, он устал там, что ему жалуются, когда у него проблемы. Он не жалуется, он так говорит, но, получается, что это не первый раз, когда, когда вы ему жалуетесь, вот. А вы-то это, ну, вы-то это преподносите так, как будто это первый раз. И вот этот момент тоже хотелось бы прояснить, потому что, если это действительно, если это действительно уже не первый раз, когда вы, грубо говоря, ну, грубо говоря, жалуетесь человеку, то действительно у него могла, ну, появиться какая-то реакция на это, у него действительно могла возникнуть, вот, ну, какая-то вот такая, значит, ну, какие-то дополнительные чувства у него могли возникнуть, значит, в этой ситуации. Вот, и, соответственно, опять же, если это не первый раз, то, вот, в первом эпизоде, когда это, ну, когда это случилось только, вот, в первом эпизоде того, когда это произошло, вполне может быть такая история, что остались, остались какие-то эмоции, вот, которые не нашли выхода. Вот, понимаете, понимаете, да. Вот, как-то так, как-то так, я думаю, можно вам ответить на этот вопрос, вот, и, ну, и, соответственно, рекомендую вам все-таки поисследовать, вот какую, ну, какую свою проблему вы, вы, какую свою потребность вы могли бы реализовывать в, ну, в отношениях, в отношениях. Я думаю, что это ключик, ключик, это ключик, ключик ко всему и к лучшему пониманию себя в этой ситуации, вот. Ну, а если вам больно, если вы переживаете расставание, если расставание действительно случилось, то психолог может помочь вам это расставание, прожить максимально экологично для себя. Всего самого доброго и удачи!